В Новый год с надежным провайдером. Интернет, телевидение, видеонаблюдение, умный домофон. У нас выгодно. Звони и подключайся. Здравствуйте. Программа «Актуально» в студии Леолапшин. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя областного правительства Людмила Дмитриева. Мы будем говорить об экономике нашего региона. Что из себя она на самом деле представляет? Какие предварительные итоги этого года? Случались ли в этом году какие-то события, которые можно назвать даже такими трендами, определяющие наше региональное развитие на многие годы вперед? А может быть, случались такие кризисы, которые в свое время не были спрогнозированы, но были ли учтены эти моменты, почему так получилось? Вот главная тема нашего сегодняшнего разговора. Людмила Владиславовна, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Мы нашли время для нашей беседы. Но вот, знаете, так вот хочу тонн нашей беседы сегодняшней задать с такого вопроса. Вы знаете, мне понравилась информация из города Шуи. Там было очередное заседание инвестиционного совета. Тоже подводили итоги года. И в части очень важная тема, а это экономика, собственно, области, создание рабочих мест. Там были даны конкретные цифры. Мы предполагали в какой-то период заранее, что за 2020 год, я приблизительные цифры говорю, за 2021 год, надо создать в нашем муниципальном образовании 289 рабочих мест. А получилось 500. Мало того, вернулись на год назад, там тоже были конкретные цифры, тоже перевыполнение плана. И главное, озвучена пятилетка, что вот за 5 лет в этом муниципальном образовании должно быть создано 2500 рабочих мест. И нам легко, можно следить вообще, получается ли, не получается, почему не получается. А вот, например, по областному центру я такой информации не нашел. Слишком объемный массив этой информации? Или, собственно, просто не занимались вот этой проблематикой, такие реперные точки не ставили? Здравствуйте. Ну, во-первых, мы обязательно эту информацию соберем. Вопрос, что сейчас конец года, и многие инвестиционные проекты будут подавать результаты реализации проектов только в начале следующего года. И мы эту работу проводим уже два года по поручению губернатора. Инвестиционные штабы в каждом муниципалитете мониторят инвестпроекты. И это обязательное требование такой публичности результатов работы по реализации инвестиционных проектов. Ну, просто шои, молодцы, они одни из первых, видимо, подвели итоги года. Но вы будете наставить, чтобы каждый муниципалитет вообще такую статистику все-таки подводил? Обязательно. Я считаю, что это такой индикатор работы муниципалитета. Сегодня мы ведем в постоянном режиме весь реестр инвестиционных проектов. Их у нас свыше 300 на территории региона. Из них наиболее крупные находятся на сопровождении у агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область. Их 102 таких проекта. Крупные это от какой суммы инвестиций приблизительно так вы оцениваете? А может быть, по значимости? Мы оцениваем по значимости, но, как правило, это примерно половина проектов муниципалитета. Либо мы не берем проекты, связанные с такими сугубо муниципальными вещами, например, средства магазина или торгового центра. Нам очень редко жалуются, когда инвесторы, что есть какие-то проблемы с этим. Но на уровне муниципалитета все вопросы, как правило, решаются. А когда речь идет про создание производства и, например, необходимо техприсоединение, то, как правило, эти проекты даже вне зависимости от масштаба инвестиций, нужно, чтобы мы брали их на контроль, чтобы у инвесторов шла реализация проекта более быстрыми темпами. А сопровождение оно что подразумевает? Это целый круг вопросов, начиная... Если инвестор заходит извне, вот просто с нуля, например, мы встречаемся с ним на выставке или просто где-то обращается либо через сайт с письмом, либо на меня, то это, как правило, первая задача – поиск земельного участка. И наша задача агентства – проанализировать все возможности всех районов, всех требований инвестора, наших территорий с преференциальными режимами, с особыми льготными режимами налогообложения, и предложить инвестору широкий круг. После того, как он определяется с двумя-тремя приоритетными, мы, как правило, начинается работа муниципалитета, потому что инвестору нужно прояснить, что за земельный участок, какие его параметры либо здания, какие там есть мощности, и правильно провести, ну, например, если необходимы изменения в вид разрешенного использования участка, это такой целый большой пласт работы на муниципальном уровне. Очень редко бывает так, чтобы человек приходит с деньгами под реализацию проекта. Как правило, он приходит с идеей и в лучшем случае до 30% стоимости проекта. И здесь важно, что поскольку сотрудники агентства инвестиций выходцы из банковской сферы, мы взяли на себя эту функцию, мы помогаем инвесторам в параллели с решением вопроса по земельным участкам решать вопросы сразу, начинаем с привлечения финансирования. Вы балуете таким образом. Вот это вот выгодно отличие нашего региона, да? Другие объекты не идут, что ли, по такому пути? Скажем так, это прямо не относится к функционалу агентства. Дополнительный бонус это такой, да? Да, но мы находимся в жёсткой конкуренции за инвесторов, поэтому наша задача удивить, скажем так. И вот то, что мы начинаем... И как правило, опять же, если инвестор обращается с первоначальной заявки в наши банки, то вероятность, что он дальше... Ну, поскольку будет приниматься решение здесь, там, регионального банка, что он, скажем так, зацепится за регион, сразу ещё и повышается. Третий блок работы, да, помимо финансирования и земли, ну, это решение всяческих организационных вопросов. Причём они возникают, ну, по целому спектру просто вопросов. И мы тоже сформировали сейчас компетенции, ну, например, привлечения иностранцев. Особенно в период пандемии въезд специалистов иностранных именно на территорию региона. То есть это целый, ну, просто спектр совершенно там неожиданных вопросов. Там оборудование идёт инвестору, оно зависло на границе. Вот. И нам приходится помогать, хотя, ну, это тоже нас очень выгодно отличает. К сожалению, деньги сейчас кредитные стали дороже, но понятно, что это политика Центрального банка, так с инфляцией боремся, да, учётную ставку повышаем. Это вообще, кстати, для вас такая, ну, не очень приятная новость. С одной стороны, вот для вашего ведомства, да, с другой стороны, можно потом через год сказать, слушайте, победили инфляцию. Это хорошая новость, ну, для населения. Это очень сложный вопрос, объективно. Мы, как потребители, конечно, чувствуем это напрямую на своём кошельке. Мы получаем заработную плату, мы идём в магазин. И видим, что происходит. И видим, что происходит, да. Но вот с точки зрения реализации новых инвестиционных проектов тоже большая проблема, деньги дорожают. Но я сразу могу сказать, например, наш фонд поддержки малого бизнеса как выдавал кредиты до 5% годовых, так и продолжил выдавать. Мы ставки не повышали. Фонд развития промышленности тоже 1, 3, 5%. Ну, там, по разным программам, но тоже... То есть это уже такая принципиальная государственная стратегия получается, да? Да, государственная стратегия. Да, именно рыночные ставки банковского кредитования, безусловно, они вслед за ключевой ставкой, ну, стоимость денег повышается. На самом деле инфляцию не разгоняет инфраструктурные такие проекты и инвестиции, да? Всё-таки это больше потребительское кредитование бьёт, так вот, скажем, по рынку-то инфляционному. Но, вот смотрите, для наших, если предприятий посмотреть, у нас, ну, вот, я думаю, по итогам года подведём статистику более чётко, но мы везде фиксируем очень большой рост оборота предприятий. Причём, например, объёмы отгруженной продукции в среднем по экономике больше, чем на 20% выросли. Причём, и там, две наши основные подотрасли, что текстиль, что машиностроение, тоже идейте. А почему, кстати, так, а? Всё-таки вот года-то кризисными до сих пор, так уж по традиции продолжаем называть. Ну, вот смотрите, например-то, возьмём такой пример предприятия. Зарабатывало, ну, там, не знаю, 100 миллионов, у него выручка была, 10 миллионов прибыль, к примеру, да? И идёт рост инфляции, идёт рост цен, и в этом году предприятие заработало, ну, повышая даже цен, 120 миллионов рублей. И прибыли у него становится больше. То есть у него и выручка растёт, благодаря этому и прибыль растёт. И вот я считаю, здесь вот, я говорю, палка два в концах. Ресурсов для развития у него становится тоже больше. Поэтому вот, ну, саму ставку инфляционную, ну, вот мы пока на экономике, на населении мы это видим очень сильно, ну, как бы, понятно, в негативном плане, вот, что цены дорожают. А вот с точки зрения промышленности, это растёт выручкой. Вот взять там показатель объёма инвестиций в Ивановскую область. Мы, к сожалению, сейчас фиксируем снижение этого показателя. Он у нас составляет по области 84%, то есть снижение чуть больше, чем на 15%. Но, когда мы начинаем разбираться с ситуацией, это снижение на фоне двухлетнего колоссального роста опережающими темпами этого показателя. То есть у нас в позапрошлом году больше 20% рост, и в прошлом году больше 14% рост. То есть мы в совокупности за два года инвестиции выросли почти на 40%, и уже вот мы же к прошлому году сравниваем, то есть это уже очень высокий показатель. Смотрите, я вас понимаю, логику вашу, да, вы разбираетесь и действительно делаете такие выводы. А я тогда отмотаю на три года назад и скажу, что два предыдущих года рост инвестиций был такой фантастический, потому что так называемый эффект низкой базы. Три года назад вообще ничего не было, с нуля начинали там, да, и вот оттуда такие большие проценты. Там не с нуля, но не опережающими темпами. То есть там мы были в среднем где-то по России. Но сейчас, вот даже анализируя это падение, мы видим, что в обрабатывающем секторе экономики, да, то есть это именно где наша промышленность, там идет рост инвестиций еще почти на 40%, но имея в виду 10 месяцев. Первые места текстиль, текстиль, текстиль. Ивановская область – это текстильное производство. Вот такой вот вопрос, знаете, гости, расскажи о своей экономике, вот с этого надо начинать там. Ну, может быть, не характеризую, хорошо ли это, плохо, но все-таки до сих пор текстильная отрасль, да. Это локомотив, это самое мощное. То есть наша промышленность, обрабатывающая промышленность, из двух больших подотраслей. Около 40% – это текстиль и около 30% машиностроения. То есть две большие отрасли. Поэтому у меня вся аналитика... Первая отрасль упала, а вторая подросла или, скажем, нет? Инвестиции выросли, они обе – это обрабатывающая промышленность, что текстиль, что машиностроение, и обе растут. По машиностроению инвестиции выросли на 50%. Ну, опять же, за 10 месяцев, имей в виду. Опять же, например, профессионал, новый цех, 370 миллионов 200 рабочих мест. Верхневолжский СМЦ – это депоз. Больше миллиарда, причем там полмиллиарда в транспорт, в новое оборудование, 780 миллионов – в новое стеллажное оборудование. Ну, то есть идут постоянно такая реализация проектов. Плюс, если говорить прям вообще новое, да, в чистом поле, у нас Унтекс строится в Родниках. Это одно из самых крупных предприятий будет по трикотажу с самым современным оборудованием. Но здесь у нас вопрос. Он сейчас будет вводиться в эксплуатацию скоро. Но вот вопрос этим годом ведется. Это значит, что у нас будет зачтен этот проект этим годом. Текст «Текстиль» – один из участников, вот сейчас прошу все-таки первых трех или первых пяти, вы мне вот поясните, да, это один из участников особой экономической зоны. Есть еще Натали «Текстиль» и есть еще «Родники» «Текстиль». Вот с тремя этими компаниями подписаны необходимые соглашения. Оба наблюдательных совета дали положительное заключение. Почему три-то, а не пять? Или вот ведь начиналось-то все, по-моему, с первой пятерки. Ну вот смотрите, мы когда готовили заявку на особую экономическую зону, да, там было больше проектов. А сейчас это уже те проекты, которые собрали весь комплект документов, которые прошли всю эту цепочку. Мы надеемся, что на начало следующего года будут новые резиденты. Но по другим резидентам, просто эти три компании, у которых земельные участки уже были готовы и были в их собственности. Вот. Поэтому здесь было бы проще. А по остальным резидентам потенциальным нам нужно еще решать целый комплекс вопросов, связанных с... Ну и есть кем решать-то? Конечно, есть. Конечно, есть. Я думаю, мы сейчас не буду там анонсировать, но на начало года обязательно приду к вам и расскажу, кто будет следующий. Я вот помню, ты вначале сказал, там появились ли в этом году какие-то тренды, которые, возможно, будут определять наше долгосрочное развитие. Вот особая экономическая зона – это один из таких, да? Может быть, основной и может быть, главный. Вот так. Особая экономическая зона – это прям вот, мне кажется, лакомый кусок для инвестора. То есть сегодня мы можем предлагать очень выгодные условия для инвесторов. И с точки зрения... Мы сейчас начинаем всю работу по обеспечению инфраструктуры этих земельных участков. И с точки зрения налогового режима требования одно, в принципе, от 120 миллионов рублей. Плюс та площадка, которая есть в Иваново, она, понятно, не предназначена для, например, химических производств, ну, то есть как бы опасных производств. Вот. У нас в регионе начала работать компания «Лаутресайклинг», которая начинает заниматься вторичной переработкой текстиля. На этом сейчас очень такой важный тренд зеленой экономики, вот такого ресурсосбережения. И это одна из компаний, которая, мне кажется, уже вот заложила такой правильный пример по вторичной переработке. Вот. То есть вам приятно, что такая компания заходит тогда? Она, скажем так, очень знаковая. Вот. И мы сейчас для, там, как раз особой экономической зоны, также там есть несколько претендентов по, ну, вот, углублению процесса вторичной переработки. Это тренд, это очень важно с точки зрения, там, ресурсосбережений. И третье, такой тоже трек, который очень важен для нас, это новые функциональные материалы, новые ткани. Мы, безусловно, сейчас лидеры, я думаю, будем впредь лидерами по хлопчатой бумажной группе. Мы лидеры уже и по трикотажным тканям и полотну, да, то есть это больше трех четвертей всего российского выпуска сосредоточено у нас. Это без учета открытия еще новой фабрики. Но вопрос, что мир движется в более сложные ткани. У нас сейчас хорошо развит рынок спецодежды в плане пошива ее. Но для даже этого сегмента нужны как раз новые материалы. И вот, подводя итоги решения Министерства промышленности по поддержке наших предприятий по приобретению оборудования, вот мы получили больше 900 миллионов наших предприятий как субсидирование лизинга. То есть по факту Министерство промышленности наполовину погашает предприятию стоимость оборудования. Только обновляетесь, да. Да. И вот несколько проектов посвящены, как раз которые поддержаны именно созданию новых функциональных как пряжи, так и материалов. Ну, например, это, опять же, и родники текстиль, и меланжевый комбинат, например, в Иваново. У нас текстиль – это рынок, который вообще не импортозамещенный еще даже на российском рынке. То есть по разным оценкам около трех четвертей российского рынка занимает иностранная продукция. Поэтому наш потенциал… Есть куда идти в Россию. …развитие даже на внутреннем рынке очень большой. И поэтому компании, видя такой спрос большой, даже не ставят себе такой задачи. Наши тогда конкурентные преимущества, чтобы размыть вот эту вот долю, какие? Там по-разному в разных сегментах рынка. Вот в рынке домашнего текстиля, да, продукция отечественных производителей, в частности наших, российских, доходит, да, там, точно больше половины. Вот. А вопрос, например, готовой одежды, верхней одежды. Ну, вот мы с вами, да, там, в костюмной группе находимся. И вот в этих сегментах вопрос, что очень большой потенциал для роста. И как мы… что мы делаем? Нам, безусловно, нужно работать с дизайном изделий. Опять же, в сегменте низкой цены… Но при этом я бы не сказала, что это плохого качества, да. Ну, то есть, ну, просто вот сегмент, там, дешевые одежды. Мы там прекрасно себя чувствуем. Несмотря на то, что мы там росли, ну, и вообще задачи по выходу на онлайн-платформу, да, мы уже два года занимаемся, и нам казалось, что в прошлом году, когда у нас там больше тысячи компаний было выведено на маркетплейсы, это был очень хороший результат. Но в этом году мы опять больше, чем удвоили. Как количество компаний, ну, сегодня 3100 компаний торгуются на маркетплейсе Wildberries, и оборот за 9 месяцев составил около 12 миллиардов рублей, то есть мы тоже практически удвоили. Ну, вот и в таких условиях, мне кажется, просто производители видят свой рынок. Слушайте, вы такой помощи по электронной торговле через 10 лет все торговые центры закроете. Да что будете делать с этими объектами? Мне кажется, идёт просто изменение структуры бизнеса, структуры потребительских предпочтений. Вы видите, как это даже в сегменте продуктов питания, когда всё переходит на доставку. Да, и мы очень большое внимание в рамках центра мой бизнес уделяли именно внедрению новых электронных каналов продаж. В рамках, например, деятельности центра мой бизнес мы очень много внимания помимо цифровизации и цифровой платформы уделили маркировке. И, слава богу, эта тема сейчас идёт, во-первых, на спал, скажем так, очень такой негативный фон от предпринимательства. Более-менее освоено все текстильными предприятиями, все процессы маркировки. Вайлберрис тот же работает только с маркировкой. Сейчас на новые сегменты выходят требования маркировки, например, на производство воды, части пищевых продуктов. И мы будем тоже продолжать эту тему, очень актуальная тема поддержки бизнеса, связанная с маркировкой. Ну и вот одна из новых тем, которые мы в этом году начали. Центр мой бизнес получил статус оператора Сколкова. Мы очень усилили работу по подготовке наших заявок по инновационным проектам. И, надо сказать, они увенчались успехом. Наши предприятия получили именно гранты на 112 миллионов рублей. Это как 9 предприятий, так и, например, 5 физических лиц, таких исследователей. И мы эту деятельность на следующий год будем только усиливать. Это очень важно, это модернизация, это новые технологии. Я бы хотела, чтобы это вот из сугубо вузовской такой темы инновационных разработок все больше интегрировалось вот в реальный сектор экономики. Ну, например, предприятие ИСМА, это абразивные круги производят. Вот они получили грант 20 миллионов рублей, который как бы на новое технологическое оборудование, на разработку новой смеси. Тем более, когда у нас такие сильные вузы, я бы вот очень просила предприятия обратить внимание. А вот гранты откуда пришли, кстати, для предприятия ИСМА? Это вот Сколковские гранты там, да? Это фонд содействия развитию инноваций. А, все-таки фонд содействия, они не превратились в резидента Сколково там? Нет, у нас 4 резидента Сколково, да? Это тоже такой специальный режим, который позволяет, не меняя место регистрации, то есть это ивановские компании, но получать налоговый режим Сколково, там надо доказать, что ваш вид деятельности инновационный, и мы эту работу тоже будем проводить с компаниями потенциальными, кто подпадет. Ну, то есть вот очень много сейчас инструментов, и мы видим этот потенциал. Потенциал обусловлен, конечно же, большим количеством вузов. И с вузами мы вот такую работу сейчас тоже проводим, чтобы они стали более открытыми. То есть все-таки вот это доказательство, что это не такая фигура речи, у нас много вузов, значит, у нас такой вот наукоемкий регион, там, да, с хорошим потенциалом. Вот как раз вот сотрудничество с разными институтами по инновационным проектам, и как вы все-таки характеризуете, достаточно удачное, это как раз все-таки характеристика, что это не просто слова и надежды, а действительно так оно и есть. Вузы дают, собственно, и талантливую науку в регионе. Ну, я вижу там еще очень большой потенциал роста. Потому что хоть это первые ростки, которые такие успешные примеры, которые мы показываем предприятиям для того, чтобы их дальше заинтересовать. Это важно. Мы сегодня много с вами поговорили, но у меня все равно два коротких вопроса. Вот первый. Вы привели компанию «Профессионал». 319 миллионов инвестиций. Вот в этом году цех на 200 человек. Я сегодня писал новость про аграрные предприятия «Рассвет». Там открывается в следующем году новая ферма. 310, по-моему, миллионов инвестиций и 5 новых рабочих мест. Потому что это ферма, потому что это доильные аппараты. Это вот такая автоматизация. Люди слушают громадные деньги и приходят в экономику Ивановской области. Они как характеризуют? Деньги – это значит, возможно, новые рабочие места. Вот смотрите, 300 миллионов и 200 рабочих мест, 300 миллионов и 5 рабочих мест. Вот как к такой информации относиться? Вот на самом деле и в оценке вашей, может быть, перспективности инвестиционных проектов. Вот вы скажете, вроде да, все заработает, но нам нужны рабочие места, даже больше, чем налоги, например, от этих инвестиционных проектов. Нам нужны высокопроизводительные рабочие места. И вот эту высокую производительность и высокие заработные платы, которые население у нас подспудно ждет, их можно достичь двумя путями. Первое – это именно высокотехнологичные рабочие места, когда на одного человека приходится большой комплекс оборудования, который обеспечивает этот выпуск большой продукции. Либо вариант второй – это рабочие места, основанные на результатах интеллектуальной деятельности. То есть это сегмент, например, отрасли программирования, дизайна, различных услуг, прежде всего таких бизнесу, консалтинговых услуг. То есть это вот второй сегмент, где вот эти большие заработные платы как можно получить. И поэтому наша задача – работать как по первому блоку, чтобы это были именно современные промышленные комплексы. Да, может быть, и на удельное одно рабочее место большой такой производственный комплекс соответствовал ему. Либо вариант второй – это именно высокотехнологичные интеллектуальные места. Места, например, в области исследований, научных разработок и вот таких интеллектуальных, инновационных видов бизнеса. И вот последний вопрос, может быть, даже немножко не по теме нашей программы, но тем не менее. Помните, цифровая экономика – тоже популярная и значимая тема. Обучение цифровой экономики, цифровые профессии, национальный проект. Он достаточно успешен был в прошлом году в Ивановской области. Много участников, потому что было бесплатно. Переформатировали немножко вот это вот обучение. 50% платишь. Правда, и выбор профессии, по-моему, увеличился. И срок обучения увеличился. Я что-то давно не слышал информации. Вот эта-то идея под новой редакцией, она вызывает интерес, скажем, у потенциальных слушателей, студентов вот таких вот курсов? Опять же, итоговых пока цифр нет, но существенно меньше. Меньше, да? Да, просто когда вопрос был бесплатного обучения, гораздо больше интерес вызывало, чем когда. Ну, плюс, на мой взгляд, там несколько произошло искажение стоимости обучения. То есть оно несколько повышено с учётом того, что идёт такое субсидирование. Плюс программы гораздо более длительные. Всё-таки если человек готов заняться такой переподготовкой за месяц, то не факт, что он готов на полгода. Но это очень важно. Все передовые страны приверженцы концепции так называемого обучения через всю жизнь. Поэтому и с учётом того, что у нас такой университетский город, очень важно, чтобы наши жители в первую очередь использовали такие программы. И мы сейчас с университетами разрабатываем новые программы, чтобы университеты были более открытые городу. И со всеми желающими проводили много видов активностей. Всё, что ж, спасибо, благодарю. С вами с вами прощаюсь. С наступающим Новым годом. Людмила Дмитриева была гостем программы «Актуально». Вопросы и комментарии по телефону 587777. До свидания. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин